Это своего рода душа нашего города. Традиционное место, где всегда можно покушать что-то вкусное и исключительно хорошего качества. Переезд безликой пищевой индустрии в дом чая на Баумана не остался незамеченным. Фастфуду в этом месте откровенно не рады. Ни туристы, которые приезжают в Казань отведать национальную кухню, ни уличные музыканты, которые уже привыкли к аромату свежей выпечки. Не знаю, что из этого будет. Внешний облик, конечно, немножко страдает, честно говоря. Когда на фоне дома чая такой, он же зарекомендовал себя как такое место туристическое. Мы с детства сюда ездили, она всю жизнь здесь была. Так же, как на Татарстане в свое время Кастыбыйное. Шаурма, она кругом есть шаурма. Не знаю, тут и с детьми, с семьей можно подойти, сесть, отдохнуть. Приятная домашняя обстановка. По мнению экскурсовода Игоря Баталова, еще немного и места национальной татарской кухни можно будет заносить в Красную книгу. Яркий пример не только дом чая, но и дом татарской кулинарии, который напротив. Двери его сегодня надежно закрыты от посетителей. Перед началом майских праздников это вызывает только глубокое сожаление. Моя мама сюда ходила кушать. Я потом в студенческое время, спускаясь с Казанского университета, ходил именно сюда. К сожалению, мы видим то, как она меняется на наших глазах. А те объекты, которые открываются, которые даже и не татарские, и не национальные, и меняют облик самого здания, они, конечно, я считаю, что не очень приятно смотреть на них. Несмотря на вывески и ремонт, в доме чая, управляющие зданием, полны дальнейших планов. По их словам, закрывается лишь один из двух этажей. На численность поваров и кухонных работников это никак не повлияет. Ремонт в доме чая, тем не менее, вызвал шквал самых разных мнений. Есть и те, кто поддерживает культ фастфуда. Но основная часть считает, что в домовладении семейства Каретниковых шаурмечное неуместно. Уход традиций наших национальных желательно оставить.